Христианский демон, пожалуй, первое в истории абсолютно противоречивое существо. Если различные мифологии, без сомнения, знали существ, составленных из разного, то это разное все же либо как-то примерялось и уживалось, либо подлежало некоему исправлению в будущем. Таков, собственно, человек у орфиков в гностических системах. Он заключен в чуждую ему темницу тела, но должен из нее в конце концов выйти. Демон, противоречив в некоем новом, абсолютном смысле, если о материи и духе, из которых оставлен человек, можно сказать, что они соединены, что между ними существует гармония, как определил их связь боецей. То о двух началах дьявола, богосотворенной природе и самосотворенной воле, этого никак утверждать нельзя. Природа и воля встречаются в дьяволе как сущее с несуществующим, выморочным, измышленным. Бытие встречается с небытием. При этом воля в дьяволе абсолютно совпадает с грехом. Воля, собственно, и есть грех. Дьявол, совершившаяся в демоне противоестественная встреча, благой природы и греховной воли, предельно лаконично обрисована у Августина. Дьявол, дух нечистый, он благ в том мере, в какой он дух и зол в той мере, в какой он нечист. Ибо дух он по природе, а нечист он вследствие греха. Из этих двух его начал, первое от Бога, а второе от него самого. Источник Августин о браке и похоте. Итак, христианская демонология создает неведомый античности образ абсолютно противоречивого бытия, конфликта, не подлежащего никакому разрешению. Это внутренняя непримиряемость, неотъемлемая черта дьявола, который изнутри гармонического порядка мира воспринимается как вечная непримиримость противоположностей. На доброй, божественной природе демона святые отцы категорически настаивают, споря с теми, кто считал, что и природа демона не от Бога. Лев Великий полемизирует с последователями, которые утверждают, что дьявол никогда не был благ и что сама его природа не создана Богом, но что он возник из хаоса и тьмы, что таким образом он не имел создателя. Но сам есть начало и субстанция всякого зла. Все это неверно, говорит далее Лев Великий. И дьявол остался бы благ, если бы устоял в том, в чем был создан. Источник Лев Великий. Послание 15. Об ошибках. Нет такой природы, в которой не было бы хорошего, вполне рассуждает Августин. Существует такая природа, в которой нет ничего дурного, и даже такая, в которой не может быть ничего дурного. Такой же природы, в которой нет ничего благого, быть не может. Поэтому дурна не природа дьявола, в той мере, в какой она является природой. Его извращенность делает его дурным. Источник Августин о граде Божием. В том же духе рассуждал и псевдо-дионисий. Демонов следует называть дурными не в соответствии с тем, что они суть, ибо они возникли из блага, из благой субстанции, но в соответствии с тем, что они не суть, ибо они не сохранили своего достоинства. Род демонов, зол, не в том, в чем они соответствуют своей природе, но в том, в чем они эту свою природу отвергли. Источник Дионисий Ариапагит о божественных именах. Даже наказывая демона, Господь не наказывает его благую природу, не отнимает у него то благое, что в нем есть. Демон, хотя и потерял блаженство внутреннего счастья, но не лишился величия своей природы, силы которой превосходят все человеческое. Источник Григорий Великий. Моралия. Справедливость Бога не отобрала у дьявола божественное благо, которое присуще ему по природе. Бог не преследует благо, которое он создал, но лишь то зло, которое совершил дьявол. Источник Августин о граде Божием. Таким образом, демон, даже если бы он и желал расстаться с благой природной своей половиной, чтобы стать полностью дурным, не мог бы этого сделать, ему не дано преодолеть существующее в нем добро. С другой стороны, не дано ему преодолеть и пребывающее в нем зло. Созданная демоном часть самого себя, его самосотворенная воля, обречена вечно пребывать неправедной. Вся воля дьявола неправедна. Источник Исидор Сивильский. В том космическом смысле, что вся она направлена против творения и природы, не имеет в них места. Итак, демону не суждено никогда, перефразируя пушкинскую эпиграмму, стать полным на конец. Он обречен состоять из непримиримых половин. Встреча в нем благой природы и неправедной воли превращает все его существование в нескончаемый диссонанс, в неразрешаемое противоречие.